Здравствуйте! Вы смотрите личный контроль проекта, инициатором которого стал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Здесь, в этой студии, мы, как обычно, разбираемся с теми проблемами, которые волнуют практически каждого жителя 47-го региона. Но я напоминаю, что наш эфир очень внимательно смотрит все члены правительства Ленинградской области, потому что все те решения, которые будут во всеуслышанно и озвучены сегодня, именно им предстоит принять к исполнению. Итак, мы начинаем. Присоединяйтесь. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Накануне нашего самого главного святого праздника, 9 мая, мы решили в сегодняшнем выпуске сосредоточиться на вопросах и проблемах тех людей, которые нам принесли эту победу или имеют непосредственное отношение к этому самому, наверное, важному для нас дню. И все сегодняшние истории будут от ветеранов. Давайте посмотрим первую историю. Она была подготовлена и снята в Выборге. Давайте. Вот в этой квартире, а вернее сказать, крохотной комнатке в Выборге проживает Наталья Николаевна со своим отцом. У нас есть к вам вопрос. Наталья Николаевна, пожалуйста, можно поздороваться, представиться и все как есть. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Меня зовут Воронина Наталья Николаевна. Год назад я привезла из Приднестровья своего отца. Он остался там один, похоронил последнюю жену, остался один. Человеку 89 лет в этом году исполняется. Такого человека, естественно, нельзя одного оставлять. Я его сюда привезла. Там у него была маленькая хрущевка, квартирка. Она почти никакой ценности не представляет, потому что, если ее продать, тут даже на комнату не хватит. Хотя это сложно там продать квартиру. Сами знаете, Приднестровье, горячая точка, в общем-то, считается. Особенно сейчас. Вот я его и привезла. И вот в этих условиях мы живем. Смотрите, вот посередине комнаты его кровать. Иначе никак, некуда ее тут пристроить. Здесь я сплю. Тут уголок моей внучки. Пришлось импровизированный второй этаж сделать? Да. Сколько лет вашему папе? Он ветеран, насколько я понимаю. Ветеран, да. Он ветеран. В 19-м. Ну, будет. Да, дай бог, чтобы все это сложно нам. Что бы вы хотели получить? Какую помощь конкретно от губернатора края? Ну, я знаю, что ветеранам президент обещал жилье. И вот мы бы хотели получить для него однокомнатную квартиру хотя бы. Папа здесь прописан сейчас? Папа прописан. Все, здесь уже медицинский полис у него есть. Все заслуги здесь сейчас признаны? Все документы в действии? Да, все уже он состоит в Совете ветеранов. У него много наград. Но проживаете вы, тем не менее, несколько человек. Сколько квадратных метров здесь? Здесь 23 метра. Да, грустная история. Я понимаю, что формально, возможно, для чиновников вот этот старик, этот ветеран, он, в общем, достаточно новый житель Ленобласти. И, возможно, у него не хватает льгот, не хватает лет прописки в Ленобласти. Но что мы можем сделать в такой ситуации? Ну, есть у всех ветеранов, участников войны, инвалидов войны, законное право. Если они проживают в стесненных условиях, то есть квадратные метры, которые не делят с членами своей семьи или с родственниками, не соответствуют санитарным нормам, то мы при поддержке федерального бюджета всем им предоставляем отдельные благоустроенные квартиры. При этом нам не важно, когда ветеран к нам приехал. Я приведу несколько цифр для примера. Ровно год назад, перед 9 мая 2014 года, у нас на очереди было чуть больше 50 ветеранов, участников войны, инвалидов войны. И практически все они получили квартиры. А к началу этого года, 15-го года, у нас опять на очереди стало 93 человека. Большинство из них это вновь выявленные очередники. Это либо ветераны, у которых ухудшились жилищные условия. Ну, например, к ним прописался там внук, внучка или еще родственники. И квадратных метров стало не хватать на каждого члена семьи. И мы этих ветеранов, этих заслуженных людей также поставили на очередь. Часть тех, кто появился на очереди, это люди, которые к нам приехали в Ленинградскую область из других регионов Российской Федерации. Как только они прописались, как только они встали на учет, как нуждающиеся в жилье, мы также их включили в очередь. Вот все 93 человека, которых мы выявили, обнаружили, учли на 15 апреля этого года, они все до 9 мая получат сертификаты на приобретение отдельного, как правило, это однокомнатных жилья, однокомнатные квартиры. Но, естественно, что квартиры они будут получать по мере того, как будут товарить свои сертификаты. Ну, сертификат это еще не квартира. Сертификат, он меняется на жилье. И, как правило, местные администрации в городах, поселках подбирают на стоимость сертификата отдельное жилье для того, чтобы ветеран мог в это отдельное жилье въехать. У нас есть случаи, когда ветеран не сразу получает сертификат, я думаю, как в этом случае. Я не услышал подробностей, но если он приехал из другой страны, а Приднестровье это республика Молдавия, это другое государство, нужно понимать, есть у него российское гражданство или нет российского гражданства. Для того, чтобы ветерана, участника войны признали очередником российским, он должен иметь российское гражданство. Есть гражданство конкретное. Второе, второе. Он должен вместе с родственниками, но в данном случае его дочь, должна подать заявление в органы местного самоуправления, в данном случае в администрацию города Выборга, для того, чтобы его поставили на очередь как участника ветерана войны. И дальше должен быть сдан весь комплект документов, подтверждающий, что он не просто ветеран, что он не просто заслуженный человек, а он действительно участник войны или инвалид войны. То есть он должен непосредственно быть приписан к категории людей, которые воевали. Вот это очень важно, потому что у нас были несколько спорных случаев, когда люди получали уже после войны в мирное время различные ветеранские удостоверения, льготы. Но по факту, когда получали мы справки из военкомата, оказывалось, что человек просто в силу возраста, потому что ему было 15 или 16 лет, и он не был ни в партизанском отряде, ни нигде, он не воевал. То есть он не признан участником Великой Отечественной войны, не признан инвалидом Великой Отечественной войны. И, к сожалению, таким людям по первоочередному праву получения квартиры иногда нам приходится отказывать. Потому что у нас часто возникает вопрос, почему, например, блокадник или труженик тыла, значит, или узник концлагерей не может получить вне очереди жилье. Потому что закон касается внеочередного представления жилья именно ветеранов, участников войны. Даже если у них, как иногда мы говорим, сознательно ухудшаются жилищные условия, то есть, например, живет ветеран в квартире, и к нему прописываются родственники, и у него уменьшаются квадратные метры жилья. В этом случае мы все равно ставим на очередь, и мы все равно предоставляем отдельное жилье, потому что это положено по закону. Я обязательно возьму этот случай на личный контроль. Вот это точно тот случай, когда, можно сказать, слово личный контроль губернатора. Я разберусь и попрошу, чтобы и службы соцзащиты, и местная администрация собрала весь необходимый комплект документов. И если по документам все в порядке, и действительно есть право, внеочередное право на получение жилья, мы в течение этого года обязательно ветерана жильем обеспечим. Ну, хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Вы знаете, говоря о той истории, которую нам предстоит посмотреть, вспоминается фраза из замечательного фильма Эльдара Рязанова, фраза такая, «Верблюда два горба, потому что жизнь борьба». Как вы понимаете, речь пойдет о гаражах. Давайте посмотрим. Уважаемые коллеги, мы сейчас находимся в Сертылово, здесь почти в самом центре населенного пункта находится вот этот вот довольно большой гаражный массив, без малого две тысячи боксов. И вот на каком-то этапе существования, то есть в наше время, судьба его в дальнейшем оказалась под большим вопросом. Я председатель совета первичной организации номер два «Автомобилист», Северской районной организации, которая в свою очередь входит в общественную организацию Всероссийского общества «Автомобилистов». Фамилия моя Мининков, имя Иван, отчество Васильевич, полковник в отставке, кандидат наук, доцент. А сейчас выбранное лицо, уже второй год я занимаю эту должность и представляю интересы общественности в лице 1867 членов нашей первичной организации. Что же произошло у вас тут? Да. Суть вопроса следующая. Еще два года назад мы случайно узнали, что, оказывается, если до этого у нас было, мы представляли себе, что землю нам, как ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам вооруженных сил, узников фашистских лагерей и других категорий жителей нашего бывшего военного городка, а сейчас в нашем городке 50 тысяч населения, это предзначение было отдано целенаправленно, бессрочное, безвозмездное пользование. И вдруг в 2010 году, 9 ноября, мы узнаем, что, оказывается, теперь предзначение этой земли отдано под малолетажную застройку. Наш вопрос следующий. Первое. Уважаемый губернатор, можно ли все-таки оставить, у нас два есть договора, которые полностью мы, как арендаторы, арендодатель, глава администрации города Сертового, подписали первый договор от 1998 года на 25 лет до 2023 года, а второй договор, когда полностью МАКОДАСС все сделали, полностью в соответствии с новыми законами, от 2004 года до 2029 года. Так вот, мы понимаем, что в перспективе, конечно, Сертового будет развиваться, но сейчас будет развиваться. Почему бы не успокоить общественность, сказать, что до 29 года живите спокойно, работайте, выполняйте все требования, которые исходят со своими гражданами. Вот такой вопрос. Можно ли чем-то помочь людям, которые хотят быть спокойны за судьбу их гаражей? Во-первых, удивляет, что если есть подписан договор, где одной из сторон выступает гаражное общество, а с другой стороны администрации, договор, например, до 2023 или второй договор до 2029 года, то без согласия одной из сторон невозможно изменить целевое назначение земельного участка. Это я вам точно говорю как профессионал. А другое дело, что возможно изменить целевое назначение земельного участка со срочкой. То есть, например, принять решение в генплане, что с 2023 года или с 2029 года на этом месте будет малоэтажная застройка. Но в любом случае она будет только после истечения срока действия договора. Либо еще возможен вариант, когда одной из сторон договора, в данном случае арендаторы говорят, что мы на вашем месте предполагаем построить жилье, но в этом случае мы вам предлагаем досрочно расстроенный договор, взамен предлагаем какие-то преференции. Я в свое время сам был главой города Кингисеппо и Кингисеппского района, и у меня был в истории случай, когда мне нужно было перенести гаражное общество и на его месте действительно построить социальный объект. Но тогда мы предложили новый вариант договора, по которому выделили гаражному обществу новый земельный участок и выделили денежную компенсацию на перенос или на строительство гаражей. То есть абсолютно цивилизованный способ получения земельного участка. В данном случае, если председатель гаражного общества прав и его версия имеет место быть, то администрации нарушен порядок использования земельного участка. Невозможно, если заключен договор, в одностороннем порядке его расторгнуть, если каждый из сторон соблюдает условия договора. Я думаю, что этот случай нужно поставить на контроль нашего комитета по градостроительству и архитектуре, тем более, что полномочия по генпланам, по утверждению планов территориального устройства перешли с 1 января 2015 года на областной уровень. И если у нас есть возможность, и я бы сейчас прямо в эфире это поручение бы главному архитектору дал, если у нас есть возможность, с Евгением Владимировичем Домрачевым созвониться. Коллеги, будьте добры, помогите нам, пожалуйста. Да. Евгений Владимирович, здравствуйте, это Дрозденко. Да, Александр Юрьевич. Звоню вам из студии передачи «Личный контроль», и вот по какому сюжету. Показали гаражное общество в городе Сертылова, у которых заключен договор аренды, ну, по одним данным, до 2023 года, потому что у них два экземпляра договора, по другим данным, до 2029 года. Тем не менее, администрации Сертылова принято решение на месте гаражей строить малоэтажное жилье. И гаражное общество предупредили о расторжении договора и о их отселении. Я прошу вас от моего имени взять ситуацию под контроль, потому что мне кажется, что администрация не правит действовать в одностороннем порядке без учета интереса второй стороны, стороны, которая является арендатором земельного участка. Ну, по генеральному плану это утверждено. Предполагается муэтажная застройка, но у них договор аренды до 2023 года. Значит, как минимум, до срока действия договора аренды гаражное общество право и находиться на этом земельном участке. Абсолютно верно. Мы запрос посылали в администрацию, они представили ответ, что не собираются расторгать договор аренды до 2023 года. Это хорошая новость, тем не менее, я от своего имени прошу вас взять ситуацию под контроль. Спасибо. Видимо, при... Хорошо, договорились. Видимо, при фразе взять ситуацию под контроль, главный архитектор области глубоко задумывался. Ну что ж, в любом случае, эта история в очередной раз показывает, что представителям власти надо чаще встречаться с народом. И тогда, может быть, ясности во взаимоотношениях станет значительно больше. Но здесь есть и другая положительная сторона этого сюжета, что все-таки комитеты правительства Ленинградской области работают и уже отреагировали на эту спорную ситуацию. И, кстати, заняли абсолютно правильную позицию, ту же, которую я буквально несколько минут назад обозначил. Спасибо. Переходим, наверное, сейчас к следующему вопросу. Давайте посмотрим историю из Усть-Луги. Уважаемые коллеги, рядом со мной сейчас председатель Совета ветеранов Усть-Луги. И вот какой вопрос мы бы вам хотели задать, уважаемый губернатор. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить губернатора за то, что помог приобретение квартир нашим двум ветеранам войны. Подлесному Алексею Алексеевичу и Цуприеновичу Ане Васильевне. Этим людям уже за 90 лет. Они прошли всю войну. И мы благодарны за то, что оказал огромное содействие получение его жилья этим людям. 9 мая они въедут в новенькие квартиры благоустроенные. И я еще хочу вот о чем сказать, что у нас 240 человек ветеранов вместе. Это малолетние узники. Вот Анастасия Сана малолетний узник. Это дети, это блокадники. Всего 4 ветерана Великой Отечественной войны у нас осталось в поселении. Но в этом году нам очень приятно отметить, что заговорили о так называемых детях войны. О детях, которые тоже пережили войну, но нигде не были отмечены. Это рождение с 28-го года по 45-й год. И вот этим женщинам, мужчинам, которые являются детьми войны, мы даем медали. Нашла администрация, совет ветеранов, совет депутатов, нашли деньги для того, чтобы эти медали выкупить. То есть 160 медалей мы вручим нынче тем людям, которые тоже пережили войну, но никак не были отмечены. И у меня такой вопрос к губернатору или пожелание. Чтобы вот этим людям, может быть, какие-то тоже субсидии дали, чтобы им какие-то, может быть, льготы продумать. Потому что, наверное, очень обидно не получать рядом с теми, кто получает какие-то льготы, пособия, оставаться только вот просто на чистой пенсии. У кого-то льгот ведь вообще нет. Он не ветеран труда, не узник, не малолетний, никто. Ну вот хотелось бы, чтобы позаботились об этих людях побольше немножечко. Что можно сделать для этих людей сегодня? В течение 2014 года, когда я с рабочими поездками бывал в различных городах, поселках Ленинградской области, мне очень часто задавали вопрос о том, чтобы в Ленинградской области были установлены льготы, социальные выплаты детям войны. Я весь 2014 год отвечал так, что я считаю, что не должно быть разделения на детей войны, проживающих в Ленинградской области, в Калининградской области, в Пскове или в Новгороде. Нужен единый российский закон о детях войны. Но в то же время я сказал, что если до 1 января 2015 года российский закон не будет принят, мы найдем возможность в Ленинградской области такой закон принять. И мы приняли такой закон в Ленинградской области, и он вступил в действие, и с 1 мая этого года все дети войны, кто не получает компенсации льгот по другим категориям, а будут получать ежемесячную небольшую денежную компенсацию и будут получать определенные социальные льготы. То есть мы издали специальный закон, и свое обещание губернатор Ленинградской области выполнил. Кроме того, мы приняли решение, и помимо того, что мы выплачиваем небольшие денежные премии или социальные выплаты к 9 мая ветеранам войны, участникам войны, приравненным к ним категориям, мы также приняли решение и выплатить небольшие социальные выплаты детям войны. Ветеранам, кто участвовал в Великой Отечественной войне, инвалидам войны, мы выплачиваем по 5 тысяч рублей. Жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам, труженикам тыла по 3 тысячи рублей. Остальным категориям, включая и малолетних узников, мы выплачиваем по 1 тысячу рублей. Вы спросите, много это или мало? Конечно, если смотреть на отдельную цифру, это вроде как и немного, но в целом по Ленинградской области мы выплатим в канун 9 мая 240 миллионов рублей. Вот такая цифра пойдет на единовременную социальную поддержку. И сразу хочу сказать ветеранам услуги, что они услышаны, не только они, а все ветераны услышаны. И в Ленинградской области с 1 мая действует закон о поддержке детей войны. Мне кажется, что ветеранам услуги было бы совершенно неожиданно, но очень приятно. А чтобы раздался телефонный звонок, и на том конце провода был губернатор, который скажет, что поздравляю вас и спасибо вам. Может быть, мы позвоним? Давайте попробуем. Алло. Здравствуйте, Тамара Савельевна. Слышите ли вы нас? В передаче «Личный контроль» рядом со мной в студии губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко. Тамара Савельевна, здравствуйте. Вы задавали вопрос о детях войны. Я хочу вам на него ответить. С 1 мая этого года в Ленинградской области вступил в действие закон о детях войны. И все дети войны, начиная с 1 мая, будут получать ежемесячно денежную компенсацию, социальные льготы. Это первое. И второе. К 9 мая все дети войны получат небольшую денежную премию. И эта денежная премия будет также выплачена из бюджета Ленинградской области. Спасибо вам за заботу. И я хочу в вашем лице всех моих знакомых, родных и близких ветеранов услуги поздравить всеми с детям Великой Победы и пожаловать здоровья и огромной энергии. Спасибо, Александр Юрьевич. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам. До свидания, Александр Юрьевич. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, тогда переходим к следующему эпизоду нашей передачи. Несколько выпусков назад мы говорили о том, что Гатчина получила статус города воинской славы. И оставили губернаторское поручение встретиться с жителями Гатчины и узнать их мнение по поводу того, где должен находиться символ города воинской славы Стелла. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Давайте, с интересом посмотрю. Уважаемый губернатор, понимая всю важность поставленной задачи и меру ответственности, возложенной на нас, мы постарались провести в Гатчине побольше времени и переговорить с максимальным количеством людей. Что получилось? Прямо сейчас, вашему вниманию. Вы знаете, что Гатчине присвоено звание города воинской славы? Да, знаю. Знаете? Знаем. Мы вас поздравляем с этим. Спасибо. Как и всех горожан. И вот чем интересуемся. Где бы вы хотели такую Стеллу видеть? На Леоново большая площадь, но там она как-то в стороне. Это будут не все видеть. С 67-го или 66-го года площадь пустая. Там ничего. Место-то там большое. Но она действительно получается, это в стороне. Где-где, где-где. У дворца, наверное? Наверное, да. В парке где-нибудь. Где-нибудь в парке? Ну да. Видимо, место должно быть на пересечении потоков пешеходов, чтобы это было видно с... Максимальному количеству людей, да, еще? Ну да. Это нужно просто выбрать. Я сейчас теряюсь, где такое место лучше выбрать. Улица Соборная, в общем, пешеходная. Можно было где-нибудь? На центральной, да? Да. Ну где-то поставить, может быть, там в начале или по центру поставить. Где-то вот в центре города, да? На пересечении, да. Где пешеходная улица? Красная, да, и Соборная. Либо в парке, мне кажется, либо на въезде, как въезд в город, к примеру. Можно так, да. Вы считаете, что там самое место? Ну да, наверное. На въезде, может быть. Но на въезде на Сенгербургские ворота, поэтому... Ну все равно, это где-то должно быть в центре. Ну, въездов-то в город несколько. С Питера. Со стороны Петербурга. Да. Наверное, в том месте, где всегда находится очень много людей, чтобы это место было посещаемое. Где бы мы хотели видеть Григория Филиппович? Участник войны. Вот получили подарки, идем. Я думаю, или на въезде, вот там, где этот, как его... В конце проспекта 25 октября, да? Да, да. Где олень с олененком, да? Или там, где стоит вот этот солдат напротив Площадь Труда. Я думаю, что здесь надо. Вот где милиция, ЦТЮ, кинотеатр Победа, я думаю, там. Да. Самое место. Я думаю. Я так думаю. Я согласен с вами. Согласен? Согласен. Не все, конечно, к сожалению, захотели высказываться вслух на камеру, но, тем не менее, свое предпочтение нам озвучили. И вот тут надо отметить, что горожане к единому мнению так и не пришли. Однако основных версий, где должна располагаться памятная стела, немного. Это место на въезде в Гатчину со стороны Петербурга, либо где-то в центре города, недалеко от пешеходной зоны, ну или вот тут, рядышком с местным ДК. Вы знаете, наш корреспондент Иванов, заканчивая свой репортаж, оказался провидцем. Он как раз стоял напротив того места, где большинство горожан, и в том числе профессиональные горожане, это архитекторы, которые живут и работают в городе Гатчина, высказались по месту установки стела. Это как раз возле Дома культуры, и они даже предложили несколько вариантов в виде уже фотомонтажа, и действительно эта стела смотрится и со стороны Центрального проспекта, и эта стела находится рядом с входом в парк. То есть действительно место такое, на мой взгляд, кажется удачное. Но, как я уже и повторял, и повторю, это решение гатчинцев, мы поможем им реализовать любое решение. Это я точно гарантирую. Главное, чтобы эта стела появилась к 9 мая следующего года. Это наше обязательство и правительство, и администрация района перед жителями города Гатчина. То есть это наш личный контроль. Это наш личный контроль. Это персонально наш личный контроль. Спасибо, Александр Юрьевич. Мы ждем от вас губернаторского поручения, но, наверное, в контексте нашей сегодняшней основной темы эфира. Мы начинали эфир как раз с проблем жилья ветеранов, участников, инвалидов Великой Отечественной войны. Но так сложились обстоятельства, что очень многие ветераны, участники войны, не признаны нуждающимися в жилищных условиях, потому что они проживают в частных домах. Мы в правительстве Ленинградской области, когда в прошлом году обследовали социальные условия проживания наших ветеранов, обратили на это внимание и увидели, что и дома, в которых проживает ветеран, они абсолютно разные. Есть дома добротные, с хорошей крышей, с хорошим фундаментом, а есть домишки уже старенькие, где и кровля прохудилась, и фундаменты осыпались, и полы провалились. И было принято решение подготовить областной закон, по которому оказать в течение 2015 года всем ветеранам-участникам войны целевую материальную помощь или субсидию на ремонт своего частного дома. Мы определились, что если ветеран один проживает в одиночестве, то мы выделяем ему 275 тысяч рублей на ремонт его дома. При этом ремонт дома может делать как компания или частные лица, нанятые ветераном, так мы можем на эту сумму централизованно помочь отремонтировать дом. А если состав семьи 2 и более проживающих, то тогда сумма 335 тысяч рублей. Это не, а какие какие большие деньги, но на них можно отремонтировать кровлю, отремонтировать фундамент, сделать полы, заменить окна на стеклопакеты, и сделать многие другие работы. И эта программа в Ленинградской области началась, и эта программа сегодня реализовывается. Уже первые наши ветераны получают данную субсидию. Я хотел бы, чтобы наш корреспондент проехал по нескольким таким семьям ветеранов или проехал по частным домам ветеранов и спросил у них, получили ли они субсидию, начали ли они ремонт, или хотя бы как они планируют проводить ремонт. То есть хотелось бы убедиться, что это не просто очередная программа или очередной такой, как можно подумать, популистский закон, а насколько он реально воплощен в жизни, насколько он работает. Потому что деньги выделены из бюджета немаленькие. Ну, я думаю, что в одном из наших майских выпусков мы посмотрим, как реализуется этот проект. А пока мы, к сожалению, должны прощаться. И я думаю, что в сегодняшнем выпуске отдельную минуту я бы оставила вам, как губернатору, чтобы в канун главного праздника для нашей страны вы могли сказать нашим ветеранам самое главное. Ну, я искренне поздравляю всех ветеранов, участников войны, всех тех, кто сегодня жив, всех тех, кто сегодня проживает у нас в нашей героической Ленинградской области и пожелать им, прежде всего, здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. Когда мы говорим герои нашего времени, то мы смело можем сказать про каждого нашего ветерана, что это герой нашего времени. Это люди, которые знают, что такое патриотизм и любовь к родине не на словах, а на деле. Это поистине золотой фонд нашей Ленинградской области. И еще раз мое главное пожелание – подольше оставайтесь с нами, как можно дольше живите. Здоровья вам. Спасибо вам, Александр Юрьевич. Спасибо вам, уважаемые зрители. Еще раз позвольте поздравить вас с нашим главным праздником – Днем Победы. Мне кажется, что наши ветераны – это как раз те люди, которые взяли в свое время ситуацию под свой личный контроль. И за это им низкий поклон. Оставайтесь с нами и оставайтесь неравнодушными. Будем на связи.